Хорошее утро Хорошее утро, хорошее утро Хорошее, хорошее утро Привет, привет, привет! Четвероногий Айболит поможет совместить приятное с полезным. Мы ко всему этому добавляем только радости. Улыбайтесь, Юлия Смелых, Андрей Соколов, это хорошее утро! Доброе утро, друзья! Мы начинаем, смотри, как я придумал, последнюю зимнюю, новую и очень продуктивную неделю. Вот сколько важных прилаганий. Сколько эпитетов-то! Да, очень важно. И сразу хотим говорить о важном. Давайте поговорим о собаках. А, ну, очень важно. Серьезно, потому что медицинские способности собак продолжают распознаваться. То есть, ну, помимо того, что мы знаем, собаки помогают выделяться в организме человека всяким... Ну, это много полезных гормонов. Да, ты рад, ты любишь его. Собака-поводырь тоже очень полезна. Да, британские ученые доказали... То есть, это много. Дети, если провели свое детство вместе с собаками, у них меньше аллергии, меньше возможности простуды заболеть, меньше. Ой, как полезно. То есть, собаки очень полезны. Британские ученые доказали, что собаки могут помогать людям больным диабетом. Это очень важно. Ну, вообще, да, я вижу, здесь у тебя все очень серьезно исследовано вместе с британскими учеными. Значит, можно предупредить наступление гипогликемических и гипергликемических приступов. Ну, то есть, это прямо... Спасибо большое вам, дорогие наши. Можно собачек вот так вот дрессировать, и они будут, понимаешь, да. Спасибо вам большое, уважаемые зрители собаки наши. Естественно, что собаководов много по всему миру, и проводятся различные выставки. Например, в той же Великобритании есть большое, очень статусное соревнование. И на этом соревновании происходит много разных казусных ситуаций, причем причиной этих казусов не всегда являются собаки. Да, очень не всегда являются собаки. Вот такое видео с кинологического фестиваля. Мы для вас подготовили, посмотрите, такие неудачные моменты собаки. Я, ну, наверное, не совсем правильно смеяться с таких моментов, потому что никто не ушибся. Все в порядке, просто забавно. Ну, очень часто случаи, когда собака решает, что ей удобнее на другой локации, а не на поле. Иногда происходят вот такие затяжные прокаты по полю. Но как это эффектно? Понимаешь, что... Да, вот такие эмоции, посмотрите, невероятные. Оп-оп-оп, попадание трехочек. А это частная ситуация, вы обратили внимание, да? Оп-оп, сначала нет, не туда. Но на самом деле собаки – это еще и источник дохода, потому что дрестировка собак – дело не дешево для хозяев. Разведением собак люди занимаются, ну, чтобы... Ну, слушай, вообще могу тебе сказать, что заниматься бизнесом можно сейчас дома, вообще не выходя оттуда, и очень даже успешно. Ой, да ты мне хочешь сказать. Это хочешь сказать Анатолий Жерезняк, нашим зрителям. Давайте посмотрим внимательно. Доброе утро. Зачастую от начала бизнеса нас отделяют отсутствие основных средств. Например, помещение, в котором можно осуществлять тот или иной вид деятельности. Многие граждане не знают о том, что в жилом помещении также можно осуществлять большую часть видов предпринимательской деятельности. Исключением являются те виды деятельности, которые подлежат обязательному лицензированию, либо которые могут нарушить права и законные интересы ваших соседей. Для начала деятельности в жилом помещении, например, квартире, вам не требуется согласование соседей, либо специальных органов и служб. Для этого необходимо зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя или оформить организацию и начать свое дело. Для предотвращения конфликтной ситуации рекомендую вам сразу поговорить с соседями о том, какой именно вид деятельности вы будете осуществлять. Для того, чтобы полностью себя обезопасить, можно взять даже нотариальное согласие у ваших соседей, либо провести общее собрание в многоквартирном доме. Но для большинства видов деятельности этого не требуется. Помните, что запретить вам предпринимательскую деятельность может только суд. И только в том случае, если будет доказано о том, что она причиняет вред правам и законным интересам ваших соседей, либо третьим лицам. Либо может причинить ущерб общедомовому имуществу. Знайте, что незаконная предпринимательская деятельность связана не с тем, что вы начинаете свой бизнес в жилом помещении, а с тем, что вы не зарегистрировались в качестве индивидуального предпринимателя. Оформьте свои документы надлежащим образом и занимайтесь бизнесом спокойно даже в квартире. Осуществление предпринимательской деятельности в жилом помещении может иметь ряд преимуществ. Например, коммунальные услуги и связь, в том числе интернет, будут вам обходиться значительно дешевле, чем в коммерческом. Нахождение квартиры в ипотеке также не препятствует за осуществлению там предпринимательской деятельности. Однако, если вы арендуете квартиру, то вопросы возможности осуществления в ней предпринимательской деятельности необходимо согласовать с собственником. Не верьте тому, что вам говорят, что в Российской Федерации невозможно заниматься предпринимательской деятельностью и существует большое количество запретов и обременений. Пока не начнете, у вас ничего не получится. Даже в том случае, если на вас сыпется гора жалоб от соседей, совсем не факт, что они являются правыми в этой ситуации. Тем более, что сейчас существует большое количество организаций, в том числе и государственных, которые могут защитить ваши права как предпринимателя. Желаю вам ничего не бояться и идти навстречу новым открытиям. Спасибо, Анатолий. От новостей о бизнесе перейдем к новостям спорта. Вот много очень популярных спортивных направлений. Футбол, однозначно. Футбол, баскетбол и хоккей занимают лидирующие строчки. В хоккей играют настоящие мужчины. Трус не играет в хоккей. Но ты знаешь, мне кажется, что не просто быть хоккеистом, мало того, что там есть опасность, коньки, шайбы. Оказывается, еще и тем, кто рядом с хоккеистами, тоже не всегда... Хоккейные комментаторы, спортивные комментаторы, тоже опасная профессия. Посмотрите, какое у нас видео есть. История уникального чуда. Шайба, летящая от хоккеиста. Поэтому будьте внимательны и осторожны, друзья, в какой бы аж хочется увернуться. Ай-яй-яй, это вообще видео-чудо. То есть там никто не пострадал, все живы. И вот это вам кадр о том, чтобы вы были внимательны. О спорте мы продолжим говорить, поэтому бегите скорее надевать спортивную форму. Почему нет? Ну, потому что мы начинаем каждый понедельник, понимаешь, как каждую новую неделю со спорта. Мы верим в то, что и у вас получится. Йога впереди. Друзья, как мы говорили, спортивная часть «Хорошего утра». И не просто так мы держим силы и руки. У нас сегодня в гостях дипломированный преподаватель йоги. Намасте. Это Елена Жакот. А мы правильно локти? Правильно локти. Я, я понимаю. Все, давай. Так что, как нужно еще? Расскажите про локти. Складывайте руки в приветственный жест. Зрители делают сейчас то же самое. Намаскар, мудра, это называется. Намаскар, мудра, приветственный жест. И руки мы складываем определенным образом постоянно. То есть, используя какие-то руки, руками мудры, мы замыкаем свои энергетические каналы. Их очень много у нас на руках, выходов. И вот как раз мы, когда держим эту мудру, тут на линии сердца мы ее держим, на линии анахаты, чакры, сердечной чакры. А у вас еще и пальцы, да? Вот так вот. Да, пальцы можно скрещивать. Отлично. И мы готовы. Мы слушаемся. Присаживайтесь. Ой, как хорошо, мне нравится. Мне кажется, у вас и у меня понимание присаживайтесь разное. Ну, смотрите, что мы знаем про энергии, да? На самом деле, есть упражнение, вернее, это даже не упражнение, это ступень хатха-йоги, прана-яма. Прана – это наша жизненная энергия, которую мы берем из еды, из воды и из воздуха. Но без еды и воды мы традиционно долго можем прожить. Да, вот без воздуха мы практически не можем жить. И с помощью своего дыхания мы можем и оздоровить себя, и наполнить себя энергией, и очистить, и омолодить. То есть очень много всяких разных техник. Вот, но есть определенные правила, которые мы можем базово изучить, да, сегодня. Например, как мы как раз-то и садимся. Да, я просто не смог, как вы, можно я? Садимся мы в позиции со скрещенными ногами. Самая простая – это вот сукхасана, поза ученика. Следующий вариант, который вы можете использовать – это сикхасана. Мы вот левую пятку подтягиваем к лобковой кости, правую кладем на нее и пальчики прячем под икроножные мышцы. Это, конечно, да. Вот, еще позиция – это артха подмасана, полулотос. Ну и, конечно же, полный лотос – это уже конечная позиция. О! Ребята, почти лотос у меня. Следующее, что нам нужно, необходимо понимать, что спина должна оставаться прямой. Позвоночный стоп – это самый главный наш энергетический канал, и если он будет как-то перекошен, пересогнута спина будет, то пранаяма работать не будет. Тянем себя макушечкой, да? Да, прана – это наша жизненная энергия на санскрите, а яма – это контроль. Вот, и что значит контроль? Это значит, мы во время практики считаем свои вдохи-выдохи, мы считаем количество кругов, мы считаем задержки дыхания. Вот, и мы давайте сегодня поучимся самым базовым техникам – это анулома-вилома. Например, такая пранаяма очищающая есть. Садимся с прямой спиной и руки. Мы руки складываем в определенный, опять же, психический жест, который нашу практику дополняет и замыкает наши энергетические каналы. Вот указательный пальчик ставим на сгиб большого, и остальные пальцы без напряжения сомкнутые и вытянутые. Вы можете руки вверх держать, вы можете руки вниз держать, и так, и так будет правильно. Вот. Сохраняйте левую руку в таком положении, а правую ручку поднимите. Это будет пранаяма, мудро называется. Правую ручку подняли, мизинчик вытащили, безымянный вытащили, и у вас получилось щепоткой. Вот такой щепоткой мы закрываем нос. Сейчас открывайте левую ноздрю и делайте вдох через левую ноздрю. Закрывайте нос и делайте выдох через правую ноздрю. И без задержки и паузы вдох через правую ноздрю. Закрываем нос и выдох через левую ноздрю. А чему это способствует? Вот это вы сделали один круг, аноломо-веломо-пранаямы. Эта пранаяма очищает наши дыхательные пути, очищает наши психические, энергетические каналы, создает хорошую связь между левым и правым мозговыми полушариями. Вот я чувствую, да, связь пошла. Состояние сосудов головного мозга, даже зрение может улучшаться при постоянной практике, память улучшается и успокаивается нервная система. Но мы дышим, во-первых, соблюдая тот самый контроль, о котором я сказала, вдох и выдох, мы должны считать определенные, например, 6 счетов вдох, 6 счетов выдох, либо 8 счетов вдох и 8 счетов выдох. И чем длиннее ваши вдохи и выдохи, тем лучше. Считается, что чем дольше наше дыхание, тем дольше мы будем жить. А дышать животом? Нет, мы дышим вдох, наполняя грудную клетку, закрываем выдох, опускаем грудную клетку. И вы как раз будете в вдохе-выдохе считать одинаковые по длине, контроль это и есть счет. Ну, у меня, конечно, далеко до 6, но можно же практиковаться. Конечно, с практикой все у нас приходит. Точно так же, как и тело. Гибкость пальцев тоже, мне кажется, не дотягивается. Так же, как и тело, мы можем практиковать и длину вдохов-выдохов, и задержки дыхания. Вот, например, задержка дыхания – это махабандхи, великий энергетический замок. Это техника, которая завершает любую пранаяму. Он очень полезен, потому что делается на задержке, а задержка дыхания благоприятна для сосудов головного мозга. Также у нас улучшается и сон. И когда мы делаем замок, мы делаем глубокий вдох, закрываем сверху вниз горло, живот втягиваем в себя и втягиваем корневой замок. В замке мы не дышим и не разговариваем по-хорошему. Вот это мы сегодня так просто презентуемся. И когда мы открываемся, открываемся снизу вверх, и на выдох мы расслабляемся. Прям хорошо. Расскажите, вот хочется поговорить, Юля, у нас сегодня в тёмном, вы в светлом. А ты в непонятном. А я в непонятном, да. Светлые наряды, да? Ну, что ли потому, что вы носы? Ну, вы знаете, традиционно считается, что цвет йоги – это белый цвет, и символизирует он знание, знание и чистоту. И считается, что преподаватель йоги, ну, например, в той школе, в которой училась я в Индии, белый цвет одежды преподавателя – это символизирует то, что он ведёт вас к знаниям, да, который даёт йога. Традиционно человек, развивая себя физически, развивая свою концентрацию внимания, да, на своих ощущениях внутренних, на энергетических центрах, традиционно начинает более быть осознанным. А человек осознанный, он уже начинает быть более духовным. Уже вот тут такая связь, и творческим более человек становится, и духовным более человек становится. Пока вы нам объясняли, я как раз хотя бы приблизилась к первой ступеньке. Вообще первая ступень, она же много чего преподавает. Первая ступень – это крия, очищение тела от токсинов с помощью всевозможных практик. Одна из практик – наулекрия. Есть практики, очищающие с помощью специальных технических приспособлений, например, когда мы шнурок засовываем в рот, в нос, высовываем изо рта, это называется сутранетти, потом мы чайничком промываем на ноздре, это называется джалнетти, это очищение передней части лицового черепа от всевозможных токсинов и загрязнений. Слушайте, Елена, это такая вселенная огромная, но спасибо, что хотя бы этим утром немножко нас приблизили к этому искусству, и хотя бы как дышать, и как задерживать дыхание, мы теперь знаем. Благодарим вас. Спасибо вам большое, друзья, пересматривайте все наши интервью на сайте нашего канала, далее факты, факты спортивной прогноз погоды, потом вернемся. И вы узнаете, почему вредно есть деньги, и вообще сколько их можно выиграть. Хорошее утро Хорошее утро Хорошее утро Друзья, мысли рождают действия. Хорошие мысли – хорошие действия. Мы предлагаем вам жить радостно. Юлия Смелок, Андрей Соколов. Доброе утро. У нас исключительно позитивные мысли, нас поэтому на работу и взяли. А вы, пожалуйста, за своими мыслями следите, потому что только от этого зависит во многом успех происходящего вокруг вас. Почему мы заговорили об этом? И сегодня тот самый праздник, который мы предлагаем отмечать, даже если никогда вы о нем не слышали – день борьбы с негативом. Как бороться? Да думать о хорошем. Есть много литературы, много всевозможных видеороликов о том, как правильно мыслить. Это правда помогает, притягивает, ну даже просто состояние хорошее улучшает. Вот такая информация понадобится герою нашей следующей новости – жителей Южной Кореи. Ну, дядя, который не отличался такими крепкими нервами, постоянно переживал, какое он успокоение нашел для себя. Какое нашел успокоение? Думала, он нашел чай, но нет, чая нет. Он нашел камни и монеты, друзья. Вот ему казалось, что он съест камень, настоящий камушек, который помещался, съест камешек и монетку, ему становится легче. Вы видите сейчас на экране то, что он получил в итоге. В его желудке скопились, естественно, эти монетки и камни. Сомнительный способ, друзья. Но, но есть, знаешь, как нет, худо без добра. Да, когда врачи все эти немалое количество этих там тарелок целых камешков и монеток вытащили, он его осенел, он сказал, наконец-таки я почувствовал, что в облегчении есть радость жизни. Почувствовал то, что он рад. Друзья, да, все познается в сравнении. Но, пожалуйста, к таким кардинальным методам не прибегайте. Просто налейте себе вкусный горячий кофе или чай, улыбнитесь и почувствуйте, что жизнь хороша. Ну, хорошо, жизнь хороша и хороши будильники, которые к нам приходят. Тем более, сегодня он также связан с праздником, о котором мы говорим, Международный день борьбы с негативом. И прислал его к нам наш друг, частый гость нашей студии, психолог Владислав Сихарев, человек, который в силу своей профессии знает о том, что мысль позитивна, это полезно. Посмотрим. Доброе утро, Кубань. Желаю всем позитива, адеквата и хорошего настроения. Скоро весна, держитесь. Спасибо, держимся. Мне кажется, он процитировал известных личностей. Так вот, свои будильники также присылайте к нам. 8-988-312-15-15. Неизменный номер в WhatsApp, группу ВКонтакте и адрес почты. Мыслите позитивно и продолжаем вам рассказывать, что же еще можно сделать. Ну, во-первых, развлечения могут как-то вас приободрить. Ваши любимые, например, хобби, занятия, любимые, работа. Если вас радует, это тоже хорошо. Знаешь, что может поднять настроение? Что? Выигрыш в лотерею, друзья. Ну, кто со мной поспорит сейчас? Никто, и ты не поспоришь. Да никто с тобой не поспорит. Главное, налог там, не думайте. Не думайте о налогах с выигрыша, думайте о том, что реально можно выиграть. Например, на первом месте выигрыш в размере 528 миллионов долларов. У нас в России в 2017 году зафиксирован самый большой выигрыш составляет в Воронежской области. 506 миллионов рублей выиграл человек. Почему мы заговорили вообще о лотереи? Потому что вчера, 24 февраля, был день рождения лотереи. Вообще, мне кажется, надо поздравить лотерею за то, что она есть. Это хорошо. 1466 год. Все верно. И мы решили, что в лотерею хотя бы шанс выиграть должен быть у каждого. По крайней мере, у каждого зрителя нашей программы. И отправили самого везучего среди наших ведущих Максима Вашкелеса на улицы города. Что получилось, смотрим. Друзья, доброе утро. 24 февраля, более 500 лет назад, в России прошла первая лотерея. И мы в хорошем утре решили поддержать эту такую добрую, очень старую, но тем не менее традицию. И вышли на улицы Краснодара для того, чтобы провести нашу собственную, хорошую утреннюю лотерею. Кубань 24, ходите поучаствовать в лотерею. Лотерея у нас абсолютно беспроигрышная. Мы вращаем барабан, дарим подарок, и вы дальше идете по своим делам, но хотя бы уже с хорошим настроением. Я вращаю, а вы достаете. Показываем счастливый номер. Номер 8, дорогие друзья. 6, 13. 13 – это счастливое число. Это сертификат, который дает право передать привет Дмитрию Крамарю. Пусть будет здоровый, богатый и счастливый. С Урала. С Урала. Ну вот тогда, смотрите, с Кубани увезете такую шапку для... Не поедете обратно. Не поедете обратно, потому что понравилась погода. У нас тогда будет сертификат на минуту славы. Я буду в течение 60 секунд вас хвалить. Как повезло вашим детям, что... Я расчувствовался просто. Ну да, очень. Сертификат, который дает право побыть соведущим хорошего утра. Доброе утро всем детям Кубани. Мы рады приветствовать вас. И Елена хочет сказать вам одно очень важное слово. И это слово... Доброе утро. Доброе утро. И сертификат, который дает вам право красиво уйти под грустную музыку. Вот так вот романтично. Уходит и приходит. В общем, вы понимаете, что шанс выиграть есть у каждого. Просто поверьте в эту возможность. И, кстати, была еще одна счастливица в этом сюжете. Да, Светлана. Мы честная программа. Хочется говорить об этом. И Светлана выиграла сертификат на привет от ведущих «Хорошего утра». Легко вообще без проблем. По щелчку сделает. А холай по холай. Да, я пойду покажу, потому что сказали, делая мы как настоящие мужчины. Посмотрите, пожалуйста, вот такой привет, Светлана, для вас уверен, вы это видите. Внимание. Светлана, здравствуйте. Дарите с самого утра своим родным и близким отличное настроение. Оно вам всегда вернется вдвойне. Хорошее вам настроение, чтобы каждый день ваш начинался очень здорово. Уважаемая, любимая Светлана, мы поздравляем вас, мы любим вас, мы вас не видели и не знаем, но вы для нас невероятно классный, крутой, клевый человек, которого мы уважаем, ценим и готовы носить на руках. Поэтому приезжайте. Вы же победитель по жизни. Выиграли. Ура. Светлана, мы в «Хорошем утре» держим свои слова. И где бы мы ни были в воздухе, на земле, под землей, под водой, в любом состоянии, мы всегда рады вас видеть. Передаем огромный привет и желаем здоровья. Здоровье – это очень важно. Уж поверите мне. И, конечно же, всего самого вам наилучшего. Доброго утра и хорошего дня. Поздравляем! Ну, мы присоединяемся. Это ваш выигрыш, Светлана. Забирайте его. У нас на сайте можете забрать. В социальных сетях «Хорошего утра». Все ваше, мы уверены, это принесло вам эмоции. В общем, друзья, этот день, понедельник, заряжаем максимально, чтобы у вас все-все-все получалось. Ну, и, естественно, мы решили с самого начала этой недели дать вам такую сенсацию. Да, сенсация с большой буквы. Я уверен, что сейчас многие люди подойдут еще ближе к экранам, потому что у «Хорошего утра» появилась уникальная возможность взять интервью, получить ответы на наши вопросы у солиста мегагруппы «Спейс», «Дидье Мурани», «Друзья». Это первая пропорция. Ну, это уникальная группа. Во-первых, более 40 лет они уже занимаются своим творчеством, и они устроили тур по нашей стране. Устраивают, да. Устраивают, да. Когда оказались буквально рядышком, мы, конечно, не могли не воспользоваться этой ситуацией, чтобы вы узнали ответы на самые интересные вопросы. Эксклюзив. Смотрим. Свою первую песню вы написали в 10 лет. О чем она была? Да, это так. Мне было 10, она посвящена моей маме, и была написана по случаю праздника матери. Как она называлась? Можете напеть? Она называлась просто песня. Ваш сольный альбом космонавты взяли с собой на станцию «Мир», а потом отправили в открытый космос, чтобы инопланетяне смогли приобщиться к хорошей музыке. Как вы думаете, они его нашли, и какая у них могла быть реакция? Да, мне повезло. Мой альбом «Спейс-Опера» был доставлен на станцию «Мир». Там его все слушали, а потом он вышел в открытый космос, и я думаю, что сейчас этот альбом вращается вокруг нас, где-то на орбите. Но я это сделал исключительно как послание мира, и да, я верю, что помимо жизни на Земле, есть другая жизнь, и мы не единственные обитатели этой планеты. И что инопланетяне, возможно, однажды найдут этот альбом и прочтут мое послание мира. Правда, что вы пишете музыку в очень короткий срок. Почему и как вам это удается? Да, все верно. Наверное, потому что эти ноты приходят ко мне очень быстро. Не знаю, как так получается. Иногда, правда, случается какой-то ступор, но тогда нужно отложить и потом вернуться к этому. Но в целом, да, я действительно довольно быстро пишу. У вас есть свой участок на Луне. Как планируете его использовать? Да, у меня есть участок на Луне. Известный украинский продюсер отдал мне его и сказал, что он теперь мой. Этот участок официально зарегистрирован. Есть официальная бумага от международных организаций, что на такой-то широте, на такой-то долготе этот участок закреплен за Дидье Мурани. Может быть, мои внуки полетят на Луну и посмотрят, увидят вживую этот участок. Группе Space исполняется 40 лет. Планируется большой концертный тур. Расскажите о нем. Ну, начнем с маршрута. Спешу сообщить, что самый первый концерт состоится в Краснодаре 28 февраля. Потом мы вылетим в Санкт-Петербург, потом Москва, Владивосток, Екатеринбург, Новосибирск, Иркутск, Воронеж. Ну, вот мой маршрут. Какое ваше идеальное утро? Идеальное утро для меня это, когда ты просыпаешься, открываешь шторы, видишь солнце и море. Наверное, это связано с моими воспоминаниями о детстве, которое я провел в Монако. Нет ничего лучше солнца и запаха йода, который идет от моря. Что вы едите на завтрак? Очень просто. Я пью кофе с молоком. Иногда блинчики, которые пекутся по рецепту моей мамы, это лучшие блинчики в мире. Иногда в гостинице я с удовольствием съедаю яичницу с беконом. И черный, и так далее. Музыканты – люди, которые любят просыпаться поздно. Поскольку начинается ваш день? Это зависит от того, являешься ли ты музыкантом-холостяком или у тебя есть дети. Я всегда вставал вместе со своими детьми, чтобы отвезти их в школу. Ну, теперь, когда дети выросли, и их не нужно водить за ручку, я встаю где-то в 8.30. Единственное исключение, когда я нахожусь в промо-туре в России, где меня заставляют просыпаться просто в неприличные часы. Шутка. Привет, хорошие утра. Привет, Кубан. Ну, прямо мерси. Еще и на русском языке. Слушай, ну, по-моему, самые главные слова-то выучил человек, да? Это что? Ну, икра черная. Черная икра, хорошее утро, Кубань. Это три главных слова. Ну, это правда, согласитесь, здорово. Сходите на концерт 28-го числа, да? Если вдруг, ну, так оказалось, что вы не в курсе, что за группа, однозначно, прям вот сегодня в интернете, отыщите те самые музыкальные композиции, которые вас взбодрят, ну, а мы продолжаем бодрить вас на новый день. Напоминаем, что сегодня начало последней зимней недели, и это же такая радость. Да, никуда не переключайтесь, мы совсем скоро вернемся. Дали факты, факты спорт, прогноз погоды, а уже по возвращению в студию поговорим о том, кто хочет подсидеть Машу Грая Нашу. Ну, как, подожди, Маша, серьезно? Маша Грая? Мне кажется, ее невозможно. Да, брось ты. И узнаем, как выглядят новые параметры в мире моды. Хорошее утро, хорошее утро. Хорошее утро, хорошее утро. Хорошее утро, хорошее утро. Хорошее, хорошее утро. Эволюция животных переходит на новый уровень. И мы, как конечные звенья в этой цепи, люди, говорим вам, здравствуйте. Мы на своих местах, это не зоопарк, это хорошее утро. Юлия Смелых, Андрей Соколов в студии. Почему Юля заговорила об этом? Потому что, правда, животные удивляют, они развиваются, они даже начинают не просто подражать людям, они начинают подвигать их в профессиональной деятельности. Я сейчас не шучу. Это опасная ситуация, ты знаешь. Я вот лично заволновалась бы, потому что, когда мадам Куала хочет стать самой модной, я не знаю, как это, самой стильной, самой лучшей фотомоделью, это опасно. Просто, что смотрела эта Куала? Кто подкинула ей журнал «Кол Георро»? А посмотри, как красиво сложены ее пальцы, пальцы. А ведь фотографы всегда просят, держите красиво руки, вот учитесь, девушки, у вот этих прекрасных... Мне кажется, если фотографы должны сказать, покажи тигрицу, и панда такая... Она бы все смогла, мне кажется. Ну да, ладно. Есть еще одно животное, которое... Это у нас как бы не сильно касалось, вы, конечно, прекрасный, но не модельно ведущий. Ну понятно, Андрей, да. Да, а вот следующее животное касается непосредственно наших коллег. Маша, иди сюда, пожалуйста, у нас Маша играет в наши сеномцы. Машенька, доброе утро. Ты переживай, ты зря так улыбаешься. Что? У тебя хочет подсидеть кошка. Серьезно, вот она прям метит на... Посмотри, посмотри, она метит на ведущую прогноза. Хорошо, что там в кадре пока не Маша, потому что если бы она это делала адресованно к Маше, вот так вот, это было бы, наверное, не очень весело. Слушайте, как... Посмотри, то есть, нет, либо она хочет подсказать что-то, что ты не туда, а вот здесь, оттуда фронт идет. Мне кажется, ей нравится ведущий. Тебе когда-либо нравится, тоже лапа их лише? Еще одна версия. Смотря на сколько сильно. Ребята, вы просто забыли, что кошки хорошо реагируют на движущиеся объекты. А, так вот оно что. Все, будь спокойна тогда. Да, не волнуйся, рассказывай погоду, никакая кошка на тебя не нападет. Ну, слава богу, я действительно начала. Брызгай, брызгай. Друзья, ой, ну что, у нас перемены очередные, давайте посмотрим. Смотрите, фронт, очень большой, сильный, холодный, очень, все, наверное, заметили это на выходных. Пришел к нам со стороны северо-запада, и вот теперь он сдвинулся вот прямо на наш край. Сейчас он находится здесь, и к вечеру потихонечку он будет нас покидать. Что радует, потому что температура уже не будет таких вот минусовых, очень суровых, таких минус 8, минус 6. Забыли, теперь просто минус 2 приблизительно. В некоторых районах нашего края плюсы ожидаются, как ни странно, на севере, обычно самым холодным, до плюс 2. Синоптики обещают по востоку. Тихорец, Кропоткин, Армавир и Майкоп. Немножечко осадки возможны, как остаточное явление, уже снежок с дождем. И вот, смотрите, минус 4, минус 5, минус 3 и минус 2. Тоже уже холодно, но не так, как было в субботу и в воскресенье. По побережью Черноморского, если пройтись, тут, конечно же, теплее, Новороссийск, Геленджик, Туапсе и Сочи. Дождь со снегом возможен, причем, когда пойдет, неизвестно. И вот плюсовые температуры, плюс 3, плюс 4 и плюс 5, синоптики нам пообещали. В общем, ситуация, на самом деле, совершенно непонятная, поэтому подстрахуйтесь, пожалуйста, наденьте что-то тепленькое, шапку, а лучше даже две, наверное, если у вас есть. Давайте посмотрим, что в Краснодаре. Сегодня сейчас минус 1, минус 3, так свежо, бодрящие такие температуры, 0 и плюс 2, синоптики обещают, в дневное время и вечером ситуация никак не изменится. Снег с дождем также возможен, может быть сильнее, может быть слабее. Вот такой совершенно размазанный, честно говоря, непонятный прогноз. Поэтому будьте готовы, друзья, мы ко всему, и ветер, кстати, усилится ближе к вечеру до 11 метров в секунду. Вот такая вот история, вспомнила зима под конец. Это да, есть такое дело. Да, что она, собственно, такое она время года. Ну, ты обрадовала, ну ты обрадовала. А, то есть вот на выходных тоже было минус 8, тебя абсолютно устраивало. Ребята, вы не ругайтесь, не ругайтесь. Понятно, что минус это не всегда приятно, особенно когда мы на Кубани привыкаем к плюсу. Но давайте сейчас, чтобы вы тоже вспомнили для сравнения, что жизнь, в общем-то, хороша, а зима симпатична, я вам покажу, точнее, ну, в интернете это можно найти, как проходят зимние будни, когда покрывается льдом, коркой даже льда, все, даже озеро. Вот, посмотрите, пожалуйста. Слушайте, ну, во-первых, это же, как круто, столько людей, столько людей, которые увлекаются велосипедным спортом. Я уверен, что непрофессионал. У меня не вяжется немножко велосипед. Да. И лед, представляешь, по льду. Дело в том, что по льду устроили забег 350 человек, как вы понимаете, не на Кубани. Мне нравится малыш, который посмотрел, он все будет финишировать. То есть, а ты мой хороший, красавчик. Дело в том, что в этом забеге участвовали в том числе и малыши, да, вот прямо всей семьей, подготовка, общий старт, общий финиш и невероятное количество эмоций. Эмоции и полезные эмоции. На свежем воздухе, спорт, все заряжено круто, пользы уймов. Маша, ты бы вот прокатилась, так скажи. Я бы, ты знаешь, я бы на коньках лучше прокатилась. Ну, как-то странно, на велосипедах по замерзшему озеру какое-то такое просто не складывается. Вот вы, я тут про пользу говорю, а ты про замерзшему озеру. Все там хорошо, там классно. Я просто к чему начал говорить, что польза от подобных примеров и польза от советов, которыми мы наполняем нашу программу. Поэтому посмотрите, сами убедитесь. Хорошее утро! И мы, как всегда, с Филиппом рассказываем, какие напитки можно приготовить зимой, чтобы согреться. Филипп, что на этот раз? Все с детства привыкли к тому, что когда болеют, пить у нас растворенное малиновое варенье. А мы немножко доработали рецепты, делаем чай, малина, чабрец. Два в одном. И полезно, и вкусно. Вот давай раз и навсегда разберемся, как выглядит чабрец. Пожалуйста, покажи. Это он. Чабрец выглядит вот так вот. Он еще бывает сушеный. Нам, конечно же, нужна малина, если мы готовим это все в домашних условиях. А можно я тоже? Можно? Да, конечно. Вот я поучаствовать хочу. Сколько нужно на чашку малины? Так вот так. Оп! Нормально? Да, конечно. Хорошо. Добавляем малиновое пюре, которое делаем собственными руками. Мы пробиваем в блендере малину с добавлением сахара, чтобы было проще и быстрее готовить для наших гостей. Ты пока добавляешь, я предположу, что бабушкино варенье малиновое тоже сюда как раз может пойти. Ну, да, может. В принципе, может, да. Итак, свежую малину плюс перетертую малину с сахаром. Все это мы разминаем. Добавляем домашний сироп-чабрец, который мы готовим с вами. Сироп добавляем. Я могу так полюхать. Это тот самый. Ммм, жалко, что не передает камера аромат. Добавляем 20 миллилитров сироп-чабреца. Класс. Ну и, наконец, финальный момент. Это кипяток. Да, добавляем также, если вы хотите, можете добавить чай. А сам любой черный чай, чтобы было... Если хотите пить все-таки чай, можете просто пить теплый напиток. Прекрасно. Вот она, малинка, кипяточек. Ну и, собственно... Перемешиваем все. Я так понимаю, что чабрец, он туда попадет еще, помимо сиропа. Магический момент. А слова нужно говорить какие-то? Халай, махалай. Можно так говорить, да, чтобы было вкуснее. Иди дома, не гуляй. А пей малиновый чай и гуляй. Вот так вот можно. И добавляем чабрец. Ух ты! Ну это красиво. А главное, все очень просто. И самый приятный момент для меня – попробовать. Попробовать, конечно. Конечно. Итак, это малиновый чаек с чабрецом. М-м-м-м. Этот сахарок, конечно, прекрасный. Друзья, будьте здоровы. Спасибо большое, Филипп. Ну вот, вы видите, я теперь не только могу программу вести «Хорошее утро», но могу еще какой-нибудь вкусный напиток для зимы приготовить. И опять же, и полезно, и вкусно. Да. Все, друзья, согревайтесь, не мерзнете, берегите себя и смотрите «Шустрое утро». Доброе утро, ребята. Привет, наши телезрители. Сегодня вместе со мной в студии Макар и Даша. И, конечно же, «Шустрое утро». Друзья, расскажите, какие парки развлечений вы знаете? Я слышал про немецкий «Лего Лэнд», где все сделано из деталей этого конструктора. Японский парк «Музей Гибли». В него входит музей Ниндзи и парк аттракционов. Парк «Юниверсал Студиос» в Лос-Анджелесе и Сингапуре. Порт «Авентура» в Испании. Так, а также есть еще «Диснейленд», но про него мы говорить не будем, а будем говорить про другие парки. Но сделаем это сразу после интересных фактов от «Шустрика». «Шустрик» Друзья, дорогие телезрители, сейчас мы будем играть в игру. Перед вами находятся 9 парков развлечений, и их 9 названий. Соответственно, вам нужно к каждому парку подобрать правильное название, и вы узнаете, где он, собственно, находится. Итак, это командная работа, поэтому соберитесь. Три, два, один, поехали! Можно начинать. Вот здесь, кстати, есть ручка. Даша, ты была в каких-нибудь парках? Не ходишь, да, в парки? Знаете, совершенно недавно я катался на цепочках. Знаете, такой вот аттракцион? А, ну да. Они вот поднимаются вверх, стояли у нас прямо на, так сказать, на площади, на центральной площади перед драмтеатром. Так страшно было. У вас все меньше и меньше времени, и мне кажется, что вы уже почти закончили, правда? Так что, как успехи? Какая красивая цифра, да? На звездочку похожа. А, это вообще зачеркнуло все. Ну что, мне кажется, время проверять, поэтому сейчас будете отвечать наугад. Я вижу, вы только в одной уверены, да? А, в двух. Отлично. Ну что, давайте проверять. Итак, первая картинка вот эта. Что это? Германия. Правильно. Соответственно, у вас... Европа, парк, Германия. Европа, парк, Германия. Правильно. Проверяем дальше. Вторая картинка. Что это такое? Это... Говори, чтобы все слышали прямо вот так. О, поговори. Гивали, Грёна, Лунд, Швеция. Конечно же, нет. Это... Это парк Порт Авентура, Испания. Я так и знала. Так, знала. Так, третья картинка. Что это такое? Где этот парк находится? В Италии. В Италии. Нет, не в Италии. У них на флаге много звездочек. Америка. Правильно, Америка. А, флаг Маунтин Америка. Маунтин. Правильно. Пиши цифру 4. Так, дальше. Картинка номер 4. Это что такое? Тивари, Грёна, Лун, Швеция. Правильно. Это шведский парк. Пятый. Диснейленд. Диснейленд. Молодцы. И где находится Диснейленд? В Америке. Правильно. Потому что вы команда. Видите, как быстро справились. Так, дальше. Грёна, Италия. Нет. Истиннин, Нидерланды. Правильно. Это голландский парк. Ну, тогда тут уже понятно, кто последний. Вот это. Что это такое? Это этот Леголенд. Это Леголенд. Как догадались? А, ну там все ясно. Конечно. И девятый, громко скажите. Грёна, Италия. Совершенно верно. Молодцы. Ну что, теперь мы можем поехать в любой парк развлечений. Тем более мы знаем, как они называются и где они находятся. Это точно. А сейчас время рубрики. Серьезный вопрос. Это время года. Но весна, и там, когда цветочки цветут, там, розы. Подснежники. Снег тает. Травка зелёная. Люди, животные бегают. Котики весной моются, лежат лапку и едят сосиски с рыбой. Солнце бывает редко, дожди идут обычно, но и всё. Январь, декабрь, я знаю ещё. Ну я, конечно, только два знаю, а остальные нет. Пока идёт зима, весна он живёт в теплых краях. Можно уже потихонечку вещи менять, наеднее, потому что уже скоро лето. Кофточки в кухне и в штанишках. И в шапочке, и в шапке. Вот так я одеваюсь весной. У меня весной в школе каникулы. Мы не ходим. Мы ходим на море, в цирк или в театр, или на день рождения, если у кого-нибудь будет в день рождения. Весна девочка. У неё это волосы в цветочках. Она светлая, но не такая же светлая, дождивая. Весна умеет летать. А наш эфир подходит к концу. Подписывайтесь на наш YouTube-канал и на Instagram. Ссылки на экране. С вами было Шустрое утро. До встречи. Пока!